всем привет и вы на канале будни с татьяной и сегодня я хочу снять новый влог который хочу назвать день одного торта сегодня я хочу спечь начать печь торт фисташковый тортик ну и хочу вам показать как я это делаю ну так что приступим сначала мы будем печь бисквит и для бисквита нам понадобится для нашего бисквита нам понадобятся яйца фисташки сахар мука и ванильная паста начинаем делать наш бисквит для этого мы яйца и сахар отправляем в миксер и нам это нужно очень хорошо взбить чтобы была очень хорошая обычная пена и взбиваем не меньше десяти минут постепенно увеличиваем наши обороты все вот видите какая у нас плотная белковая масса получилось я туда еще добавила ванильную пасту и сейчас я буду туда добавлять потихонечку муку и аккуратненько перемешивать все наша яичная масса взбилась сейчас мы туда будем добавлять потихонечку муку тем временем пока взбивалось мое тесто я крупно порезала свои фисташковые орешки теперь я это все добавляю в мое тесто еще раз на медленных оборотах перемешиваю все здесь я подготовила форму еще раз все немножечко перемешиваем смотрим вся мука перемешалась и отправляем наше тесто в нашу форму вот такой вот бисквитик у меня там пекется но вот потом будем с вами его еще оформлять вот такой бисквит у меня получился сейчас я его вытащу из кольца и оставлю остывать на решетке вот бисквит вот так вот я его упаковала в пленку он всю ночь пролежал в холодильнике теперь мы его достаем и нужно разделить его на три части в общем вот так нам нужно разделить бисквит вот такой вот он получается все утро я разделила свой бисквитный корж на три коржа торт собирать я буду вот в таком кольце внизу я здесь затянула пищевой пленкой один корж я сюда уже положила а теперь мы начнем делать крем для крема нам нужно маскапона сливки и сахарная кула это нам нужно все хорошо взвать в однородную массу вот здесь вот 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 у меня готов сейчас я его и буду делать потом еще свою фисташковую пасту которая мне тоже нужно для крема у меня кулечки небольшие поэтому мне понадобится два кулечка пока буду делать фисташковую пасту свой этот крем уберу в холодильник также для торта мне понадобится еще вот такая вот фисташка фисташковая паста которую мы с вами сейчас сделаем для этого мне нужно две баночки сгущенки и фисташковые орешки которые мне нужно хорошо измельчить все готово вот такая вот приятная зеленая фисташковая масса у нас получилось мука сейчас я так все туда надо перемешать со сгущенным молоком выливаем сгущенку сгущенка должна быть лучше комнатной температуры тогда она тогда удобно будет все перемешать и все орешки туда и все это тщательно перемешиваем вот такая вот сгущенная фисташковая масса у нас получилось сейчас я это тоже все отправлю ну и все крем наш готов приступаем к сборке торта вот так вот и все И теперь еще делаем наш фисташковый слой. Смотрите продолжение в следующей серии. И все то же самое. И наш фисташковый слой. И все то же самое. Все, сейчас я его затяну еще сверху пищевой пленкой и отправлю пропитываться в холодильник. Все вот затянуло. Все. И теперь в холодильник. Часов на 12. Вот торт простоял ночь в холодильнике. Сейчас мы его будем доставать из кольца. И украшать. Вот освободила я торт от кольца. И теперь будем обмазывать кремом. Смотрите продолжение в следующей серии. И я очень профессионал. Я любитель. Так что не судите строго. Так что не судите строго. Вот я покрыла торт кремом. Пока я хочу покрыть вот такими вот, присыпать вот такими вот миндальными листочками. Так, сильно много не буду. Так, просто немножечко края закрыть. Я их немножко поджарила. Ну да. Я их немножко поджарила. Да. Так. Я их немножко поджарила. Так. Я не буду поджарить. Я их немножко поджарила. Наши… Так. 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 Вот я переложила крем в крыльёк, насадка вот такая у меня звёздочка, номер 15, и сейчас я буду просто такие маленькие Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой тортик у меня получился Сейчас мы посмотрим его в разрезе Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok